Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору моего подарка от Насте Лукьяновой. Настюша, если смотришь меня, то привет тебя и спасибо большое. Мы вчера встречались с девчонками, с Леной, Елена Снегирева, она же Аленка, я ее так называю, современ кулька, и с ее, теперь уже моей, нашей подругой Настей. И обменялись, ну в общем, небольшими такими от меня были, небольшие подарки. Сходили в Ифраше, потом девчонки помогли мне выбрать перчатки, велоперчатки. Не показываю я их, может потом засниму, может просто сфоткую и скину на страницу ВКонтакте, на свою или на страницу канала. Если вдруг уж вам так совсем интересно, то можете написать в каментах, Лене, засними перчатки. В общем, ссылка на каналы в инфобоксе бот я сделаю под каждым видео. Это будет, наверное, видео 3 штуки об Ифраше, покупке, значит, подарки от Насте и подарки от Аленки. В общем, ссылки на каналы девчонок я оставлю в инфобоксе. Ну и проходите, короче, оттуда, смотрите, подписывайтесь, если вы не подписались. Ну и оставляйте им исключительно хорошие комментарии. Все, кто оставит плохие комментарии, тем тоже будет плохо. Как-то так. В общем, я так понимаю, что, наверное, был подарок от нее, вот ответка такая с запозданием на мой день рождения, скорее всего. Но если что-то я попутала, то Настя, дополни меня в каментах. И часть я уже, небольшую часть, попробовала. В общем, начну я, наверное, с того, что я попробовала. Вот этот вот замечательный супчик, это у нас суп-крем вегетарианский. На самом деле я люблю мясо. Мне до вегана еще далеко. Обогащенный йодом и селеном. Да, звуки там фонов, это у меня кот насилует книжки и прыгает где-то тут. В общем, все ничего, тут единственный момент, был какой-то странный вкус. И я сначала подумала, что это может так у меня чего-то уже дает. Я вчера приехала, первым делом, точнее, когда уже разобрала более-менее вещи, первым делом поняла, что я хочу есть. А готовить мне было лень, я решила по-быстрому долбить этот супчик. Готовить его, в принципе, вообще проблемы нет. Содержимое пакета залить 180-200 мл кипятка тщательно размешать и можно уже кушать. Ну и я, наверное, чуть-чуть его, он более жидкий у меня получился. Я думаю, что я чуть больше, чем 2 мл налила. Но не суть важна, он вполне вкусненький такой был тут. В сухом виде 18 грамм. Вот такой вот пакетичек. Это Herbal Active. И сейчас, по-моему, где-то там была эта фирма. ArtLife. Я нашла там, благодаря Насте, в общем, у нас, сказала, что это, ну, в Атрусе не продаётся. В Атрусе не продаётся. Но видела у нас просто в Атрусе филиале. Это фирма такая ростовская. Не Ростов, надо, но просто Ростов Великий, которая Ежеславская область. И у нас просто есть магазин в Угличе. И вот там я видела такие похожие всякие супчики растворимые. Крем-супы, что-то там вроде. Но что-то так не покупала. А она сказала, что это отдельный такой сайт. Ну, я так понимаю, что это что-то типа Фаберлика, Рефлейм или ещё что-то. На самом деле, когда я увидела эти пакетики в подарочном пакете, вот эти два пакетика, а этот ещё один, который я тоже позже покажу, я решила, что это от Фаберлика, потому что видела у девчонок в обзоре часто вот такие вот обзоры этих быстро растворимой еды. Но оказалось, что это не Фаберлик. ArtLife. И, как я поняла, там очень хорошие витамины. Ну, первое, что я увидела, это кальций. 600 с чем-то рублей такая вот упаковочка. А у меня это... Я периодически всякие разные кальции покупаю в аптеке. И что у нас тут в составе? Сливки растительного происхождения. Вот это меня немножко в другом пакетике смутило. Тут меня не сильно смутило, потому что я сначала не поняла сути. В общем, сливки растительного происхождения. Крахмал картофельный, хлопья картофельные, крутоны или крутоны. Вообще не знаю, что это такое. Первый раз вчера учитала и хотела потом загуглить в Яндекс. И как-то не сложилось у меня, не дошли руки. Соль, пшено воздушное. Вот у меня приколол пшено воздушное. Лук репчатый порошок. Как хорошо, что он в порошке. Я не люблю лук. Морковь сухая. Вкус ароматическая добавка маринованной огурцы и овощи. Диоксид кремния. В общем, тут из сомнительных проектов. Это только вкус ароматическая добавка. Потом этот диоксид кремния, это антислеживатель. Я как-то помню, купила соль еще при бабушке лет 5 назад. Это сыпчатая такая соль там была. Значит, йод. Ну, это не помню, как это. Вот соль, значит, в скобочках, да. И едированная она была, не едированная. Не помню, но по-моему, у едированной чаще встречается. Этот антислеживатель тоже там был. Ну, тут хотя бы не написано, что это е какой-то там. Тут словами это написано. Ну, и мы тогда с бабушкой поофигевали, нафига антислеживатель в соли. Как она может вообще скататься, если раньше покупали такую каменную соль, как-то ее там раздавривать, да. В общем, загуститель, стабилан. Два каких-то средства. Не буду прощеплять, это что-то такое язык сломающее. Если вам интересно, я думаю, вы на сайте это увидите. Я на всякий случай ссылку на сайт кину, тоже в инфобоксе. И если кому интересно, пройдете, посмотрите, что там такое в составе. Мускатный орех молотый, паприка красная, сушеная, капуста брокколи сублимированная, лук зеленый, сушеный, опять этот лук. Укроп, петрушка, лавровый лист, потом витамин С, она же аскорбиновая кислота, витамин Е. Не буду произносить, я вчера узнала, что это одно и то же с витамином Е. В общем, йод у нас и селен. Ну и внизу еще так написано, там вообще, наверное, на видео будет мелковидно, и может быть даже не увидится. Но тут такая табличка, что-чего в составе есть. В общем, вкусный такой сокчик. Я даже после него, но обогащенный йодом и селеном. Так, обогащенный пищевой продукт. Тут такие лапки, в кружочке, и как раз вот это по кругу написано. После того, как я его сварганила и скушала, потом в инстаграме, у меня еще фотка его есть там, ну, ссылка на инстаграм, вообще у меня есть на канале в разделе о канале. Если кому интересно, можете заглянуть, там у меня тупо написано инстаграм. Рядом со значком инстаграм. Ну и, короче говоря, я когда его скушала, я поняла, что я хочу сварить себе какой-нибудь сама этот супчик. Крем-суп. Ну и я даже в Яндексе что-то там такое нашла, какой-то рецепт. У меня сейчас в браузере висит, в общем, вкладка такая. Что, зачем, почему. Узнала, что его можно делать на мясном, на рыбном, на курином, по-моему, на рыбном и на овощном бульоне. В общем, может быть, как-нибудь займусь. Сваргаю себе крепцу. В общем, большое спасибо за возможность попробовать. Вкусная вещь. Хотя сливки растительные меня смутили. Вот это, к сожалению, у меня не пошло вообще. Это у нас то же самое Herbal Active и та же самая Art Life. Кстати, сделано оно в России. Это у нас каша вся наржаная с льняными ягодами, обогащенная инулином и льняной мукой. Ну, так, быстрого приготовления на фруктозе. Я так понимаю, это для диабетиков все-таки больше продукт. Я одно время, помню, в Кульке училась на втором или третьем году обучения. У меня был такой маразм. Я лопала заменитель сахара. Мне казалось, что я жирная. Со мной жила девчонка такая в общаге. Я уже не помню, как ее звали, но она тоже что-то... Сначала она лопала его, а потом... Это я пытаюсь посмотреть, что у меня кот пытается сделать. Я смотрю, видите, что я голову куда-то в другую сторону покорачиваю. Короче говоря, она его ела, ела, ела. Все пыталась похудеть. И меня как-то заразило. Я помню, тоже его где-то год я лопала заменитель сахара. В огромном количестве. У меня родня все фигела, что на мозги мне капало что-то вредно. То есть, опять взято. Но, видите, вполне себе живая. Короче говоря, способ приготовления. Содержимое пакета залить 120-130 мл кипятка или горячего молока. Молока у меня не было. Сегодня я прокатилась. И ни до какого магазина не докатилась. Тщательно размешать, накрыть и через 5-7 минут уже можно кушать. В общем, я маленькую свою чашку залила это все действо. Размешала. Вкусненько так. Ягодки там. Вот, кстати, сейчас прочитаю, что у нас в составе. Торжаные хлопья. Хлопья овсяные. Сливки растительного происхождения. Вот этот пунктик меня очень сильно смутил. Потому что я чувствовала какой-то от этой каши именно запах и вкус. Больше ничего. Какого-то странного масла. Я помню, несколько лет назад я покупала такие. Есть пирожные, не пирожные, конфетки. Не конфетки, печенки, не печенки. Такие вот, короче, орешки. А внутри у них сгущенка или еще какая-нибудь ленюшка вкусная. Раньше у меня маман такие делала. Потом стали продавать. В общем, делала она еще в Советском Завсоюзе. Ну, не в Советском, может, уже позже. Но суть такая, что когда-то давно я купила такие орешки. Может, лет 5 или 7 назад. И у них был вот точно похожий вкус. И я ими тупо траванулась. После этого я очень долго не могла их кушать на мое расстройство. В общем, я осилила только ложки две, наверное. Кашку у меня пришлось отдать котику. Тут фруктоза, крахмал картофельный, источник инулина, фибрулин. Леная мука. Вот, кстати, из леной муки я или... Она же жмыл. Я часто варю себе кашки или в чистом виде, или там добавляю семена льна, или смешиваю еще с овсянкой. Вообще, люблю овсянку. И там овсянка, и еще 4 злака каких-нибудь. Овсяка. И еще 3 каких-нибудь. Вообще, сколько сяпон, люблю такую кашку. На фоне у меня там кот бесится. Так, в общем, соль малина. В общем, что я про ягоды говорила, что они реально сублимированы, конечно, сухие были. Вот видно в пакетике, когда я высыпала. Но когда я крышечку сняла, там вот такая черничинка плавала. У меня как раз компот черничный открыт. Я так сравнила, вот, один в один черничинка. Я ее даже выловила отдельно. В общем, тут у нас малина, черника и брусника. И ароматизатор индиотичный натуральному. Но все бы ничего, но вот это вот сливки растительного происхождения, я не поняла, кокосовые они, или там пальмовые, или еще какие, какие конкретно, но... Вот у меня было какао с кокосовыми сливками. И, в принципе, оно мне нравилось. А вот это, из чего эти растительные сливки, в общем, к сожалению, не пошло. Но все равно, спасибо Насте большое за возможность попробовать. Это, может, там чисто мое, потому что я последние две недели заметила за собой, если я покупаю что-то, содержащее Е600 какое-то там, в общем, что-то с химикой, даже элементарной какой-нибудь, я или покрываюсь прыщами, или у меня просто состояние такое фиговое становится. То есть у меня почему-то, как сказал одна моя подружка, видимо, тоже стала не переносить тихимию. В общем, какая-то у меня странная аллергия идет. Не знаю вообще с чего. Раньше лопала какие-нибудь чипсы, и не холодно, не жарко было. Ну, помимо того, что живот иногда болел. Ну, в общем, вот такое вот действие, и тут 35 грамм. Ну, все равно ее советую, потому что по виду она очень такая аппетитная и вкусненькая, и получилась действительно как вот на картинке с этими же ягодками. Так, рука у меня тянется и достает Фаберлик Биоактив шампунь для жирных и нормальных волос с экстрактом клюквы кудесницы. На самом деле, я когда делала первый заказ в Аберлик, тогда вообще чисто из-за своей подруги, ей, видимо, не с руки было зайти и купить этот самый порошок, сиральный, самой лично, я регистрировала в делах заказа. Чтобы добить заказ, я там набирала всего подряд такого, что мне понравилось. И я видела такой подобный шампунь, именно вот этой Биартик, или что-то такое, ну, похожее по оформлению, и думала себе в следующий раз заказать. Ну, у меня не сложились отношения с нашим пунктом выдачи, и, как я поняла, там ничего не изменилось, потому что, когда у сестры заменяла продавца в магазине одежды, а у нее магазин как раз напротив Фаберлика, то там стабильно оно закрыто, стабильно приходят люди, спрашивали у меня, или там название Валиим, типа, где вы есть, я пришла, а у вас закрыто. Ну, я думаю, что, как они хамили людям, наверное, так, если хамство оно есть, то оно не искоренится, скорее всего. Потому что люди очень редко меняются в таком плане. Ну, и не только в этом, все равно люди плохо меняются. А чисто за себя заказывать, мы с Аленкой как раз, знаете, в кафе сидели, я думала в прошлом году, что закончится у меня там год бытия под присмотром кого-то, и я заново зарегистрируюсь. Ну, так как, в принципе, у меня клиентов как бы нету, и чисто самой набирать, и что-то даже раз в год заказывая, ну, не знаю, я бы на минимальное там полу тысячи, у меня тупо не надо столько всего, чтобы на тысячу набирать. Ну, и как бы у меня все, что нужно, у меня есть даже с запасом. Поэтому я очень рада, что Настя вот мне подарила такой шампунчик. С удовольствием запользую, ну, и потом расскажу свое мнение о пустых баночках. Надеюсь, он мне понравится. Спасибо большое, Настя. Вот, по-моему, у меня такой крем был. Или гель для душа точно был, Аленка мне дарила, кажется. А крем не помню. А может и крем был. Потому что я склероз. Вишневый конфитюр, крем для рук. Тоже фаберлик. Да, кстати, номер мне сказала у шампуньки. Где-то у нас номер. 8470. 8470. После вскрытия 8 месяцев живет. Так. Вот у нас тут вишневый конфитюр, крем для рук. Я его вскрою. Он вкусненько пахнет. Именно вот этим вишневым вареньем я раньше покупала себе в баночках вишневое варенье. Ну, на состав всегда смотрела, чтобы был сахар, там вода максимум, и вишня, или сахар и вишня, да. И если у нас вишни было много, то тоже варилось и варенье. В смысле, вишни в саду. В общем, я вообще очень люблю вишню. И большое спасибо. У меня, конечно, сейчас пока уже открыт там один кремик. Но этот я тоже с удовольствием запользую. Спасибо большое, Настя. Так. Еще что я достаю? Я достаю очередной Фаберлик Донна Феличи. Это у нас что такое? Парфюмированный гель для душа. Такой оранжевенький. Вообще, я когда его сначала увидела, вчера еще когда-то доставала из пакета, я не поняла, что, не посмотрела, что он для душа, думала, что это умывалка. Но вообще оно выглядит очень вкусненько. Головокружительный аромат свободы, влюбленности и счастья. Парфюмированный гель для душа. Сейчас мы его унюхаем. Не знаю чем, но чем-то таким сладеньким. Мне почему-то кажется, что персиковое варенье, абрикосовое варенье, что-то такое. Ну, я не знаю, варят из персика или абрикосовое варенье. Из абрикосов у меня, по-моему, по-моему, все-таки из абрикосов у меня как-то покупала какой-то джемик. В общем, чем-то таким вот пахнет. Второе варенье вместе с этим. Так, тут маленькая штучка такая-то, кондиционер, бальзам для белья, ухаживающими добавками. Один флакон на 30 стирок. Но он Фаберлик. У меня были какие-то такие в первом заказе единственном. Миньки и какая-то... Там что-то для чистки было для туалета и ванной, или плиты как-то так. И помню, что один мне вообще никак не подошел, а другой, который не подходил к одному, подошел к другому. Ну, в общем, я вот это наполю с удовольствием. Ну и потом я сейчас скажу свое мнение. Так. Тут у нас кедровая ванночка для ног, смягчающая. Сибирская соль и рапан с маслом кедра, плитками и календулой, арникой и эхинацеей. 7 пакетиков на 7 применений. Бабуся Агафья. Вот такой я, кстати, не видела, но я, правда, что-то вообще редко по магазинам шастаю. Я тут больше на квартиры смотрю, чем на магазины. Ну, внезапно. Или на велосипеды. Ну, велосипед-терез теперь просто катаюсь. Для сухой кожи. Вот, кстати, у меня пяпки-то, они слегонца суховатые. В общем, большое спасибо. С удовольствием буду пользоваться. Потом скажу свое мнение. Может быть, даже сегодня запользую. Так. Такой красивой коробочке у меня тут. Я сначала думала, что это бальзам какой-то. Потом, пока я ждала, девчонок не ходили в Икраше. Потому что я-то приехала. И я такая приехала раньше. У нас почему-то автобус даже раньше приехал. Мне завтра на главной. Ну, и я успела минут за 15 до предположительного время встречи. Не закупилась уже в Икраше. Ну, и когда девчонки прошли, я их слегка ждала. И вот, пожалуй, в пакетике. Лаз для ногтей. Скандинайл. Нейлс. Ой, я же вам не сказала номера вот этого вот. 21-44 это крем. И где тут номер? Номер, номер. А, вот номер. 81-15. Так, ну и тут у нас лак. Сейчас узнаем, где у него номер. Так, это партия. А, вот, наверное, тут номер. 74-71. Вот такой вот малюсенький, клевенький, конфеткой. Ой, я сейчас вспомнила, что я хотела, приеду домой, думаю, с Верикой, ну, как на Верике покатаюсь, вернусь домой. Им на базюк, если сниму видос. В результате я приехала, поела, пила чаю и забыла. И проворонила и свет, поэтому с пятью лампочками, хоть и лицом к окну. Ну, и, конечно, не это, ничего не намазала. Хотя у меня тут прозрачный, от Алены, ой, еще это, Тейвановское покрытие какое-то. Такой малюсенький, такая маленькая птицочка, как конфеточка. Блин, лаком пахнет. Конфетка, Кэнди. Так. Бездомный прям пакет. В общем, еще тут у меня такая, как типа пробника. Дом Фаберлик. Косметика для уютного дома. Ультраконцентрат. А, ультракондиционер, извиняюсь, забелья. С аромокапсами. Тоже заюзаю. И да, наверное, тут где-то эти номера есть. Их. А, вот номера. Тут почему-то пятизначные номера. Или на маленькие пятизначные. Я чуть никогда не обращала внимания. В общем, вот у этого зелененького 11.041. А у этого у нас 11.256. Вот такое вот счастье. Вот такое мыло я увидела у Насти в каком-то обзоре. И мне оно такое подарило. Клевенькое такое. Я вообще на него смотрю и выгляжусь. Утенок. Так. Мыло твердое, туалетное, декоративное утко. У меня как раз что-то мыло заканчивается. Жидкое я как-то не покупала ни с руки. Даже тут делала на днях себе мыло. В темпе вальца скинула фотку. Товарищу товарищ сказал, офигел, что мыло в виде этого кекса или как-то он обозвал. Мыло в виде пудинга. Типа такого не бывает. Ну, может, некоторые мальчики считают, что мыло бывает только прямоугольненькое. Фиг их знает. Ну, такое вот. Я бы его слопала. Оно как легенчик. Как мармеланик. Как конфетка. Вообще, моя одна знакомая говорит, что когда я начинаю несъедобно сравнивать с едой, то я хочу есть. На самом деле, я уже сытая. Я слопала макарошек с печенкой, которую сам делал в этот раз впервые в жизни. Фотка, которая есть как раз на этом в инстаграме. И вот тут еще последний. Это вот лак с такими блестками. Тоже фаберлик. И что у нас тут номер? Номер где-нибудь есть? Наверное, это номер. 7424. Так, а тут что? Да, 7424. Номер и... Ой. Да, вот такой лак с блестками. Кисточка подлиннее. Зачем я не ухожу? Прикольно. Запользуюсь с удовольствием, конечно же. Спасибо большое Насте за подарок. И вообще за встречу. Куча эмоций. Вообще, я ехала в Ярике. Я проезжаю кладбище. Чуть-то меня так про бучку нашу вспомнила. И настроение слегка... Глаза, короче, на мокром месте стали практически. И написала Аленке, что мне надо развеселить. В общем, они меня, конечно, очень порадовали. И я очень рада встрече. Ну, и постараюсь потом уже... Конечно, получится уже, наверное, в середине июня. Потому что внезапно я так... Я вообще забыла, что я купила. У меня там Псков и еще несколько городов. Автобусная экскурсия. И вообще покупала ее чисто потому, что... Ну, сама экскурсия на такую хотела давно. Что-то подобное. Псков, Новгород, еще что-то там. Михайловская вроде, или что-то там вроде. Если не буду. Ну, Пушкин там каким-то местом где-то отметился. И она проходила через Углич. Можно просто было сесть до Углича. И я эту ее забронировала. Соответственно, выкупила. И она как раз с 9 по 13 июня. Ну, и вот где-то вот после поездки я, наверное, уже съезжу в Ярик. Вот такой у меня обзор был. Я, наверное, сегодня уже запишу. Хотя, наверное, уже выложу эту ночь. Пока она там обрежется местами, обработается. Потому что, наверное, где-нибудь я тут что-нибудь такое... По крайней мере, как минимум нарезать вначале. Где я там сажусь. Потому что, в самом деле, я тут просто в свитере. Я, кстати, его тут обнаружила. И сегодня в нем как раз ездила. В нем намного теплее, чем в том, в чем я до этого ездила. На велике. Ну, и, короче говоря, я постараюсь, конечно, сегодня это выложить. Хотя сейчас уже где-то полдесятого. В общем, всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok